здравствуйте дорогие друзья с вами снова программа обо всем понемногу и я ее автор и ведущий евгений токарян 25 февраля начинается подготовительный период к великому посту сегодня об этом рассказывает настоятель свято-илинского храма города таганрога и ирей павел дудалатов здравствуйте дорогие братья и сестры как вы знаете четыре недели подготовительный предшествует великому посту и первая неделя это о мытаре и фарисеи которая этой евангельской притчи нам рассказывают о истинном кротости и покаяния 2 неделя о блудном сыне притча который нам повествует о безграничной милости божией 3 неделя мясо пустная в конце этой недели мы перестаем вкушать мясо и вспоминаем о страшном суде 4 неделя сыропустная неделя или масли на неделе в конце этой неделе мы перестаем вкушать масло и сыр эта неделя венчается прощенным воскресеньем и в нашем народе с этой неделе связано очень много традиций с одной стороны это языческие традиции когда сжигают чучело зимы и тем самым провожают ее что до христиан не имеет никакого смысла с другой стороны это повод христианам сходить друг другу в гости попросить друг у друга прощение перед великим постом и празднуют это примирение устраивая торжества и гуляния пекут блины готовя богатые столы с разными явствами прощенное воскресенье предваряет начало первой недели великого поста чтобы мы могли попросить друг у друга прощения и примириться после прощенного воскресенья начинается великий пост владимир петровича кобзарева зрители программы обо всем понемногу хорошо знают как одного из ведущих странички ваш домашний доктор но владимир петрович очень увлеченный и разносторонний человек программа уже рассказывала о том как он занимается фотографией реставрирует старинные настенные часы сегодня мы расскажем еще об одном его увлечении коллекцию владимира кобзарева более 50 моделей самолетов большинство из которых точные копии тех что были созданы в таганроге я попросил владимира петровича рассказать о том с чего началось это его увлечение моя любовь к авиации неразрывно связана с моим отцом который посвятил ей всю свою жизнь первый раз на работу к отцу на таганрогский машиностроительный завод который ныне называется тнтк имени береева я попал 1986 году тогда мне было всего 12 лет то что я там увидел произвело на меня огромное впечатление я увидел строящиеся самолеты увидел огромные цеха увидел все этапы производства самолетов я просто влюбился в авиацию и это любовь сопровождает меня всю жизнь видя мой живой интерес отец очень много мне рассказывал о самолетах создаваемых в таганроге о замечательных людях с кем ему посчастливилось работать а история авиации последующем я не стал авиационным специалистом а выбрал для себя профессию врача но интерес к авиации я сохранил на всю жизнь этот интерес к авиации проявился еще и в том что я поставил перед собой цель собрать коллекцию самолетов которые были созданы в таганроге все в этом началось вот этой модельки замечательного самолета б-32 как бы дважды рожденного самолета эта машина 68 года но тогда он никому не пригодился и в девяносто третьем году было принято решение этот проект возродить и мой отец принимал активное участие в скажем так реанимирование этого самолета была проделана огромная работа этот самолет родился второй раз полетел а у нас вот появилась такая дома модель которая в принципе досталось мне наследство от отца к сожалению отец мой рано ушел из жизни прошло больше двадцати лет и на сегодняшний день моей коллекции представлены практически все самолеты созданные в таганроге история самолета строения таганроге уходит начало двадцатого века когда 1916 году таганроге был создан аэропланный завод лебедева впоследствии нам всем таганрог сам известный как завод диметрова в 1934 году из москвы в таганрог было переведено центральное конструкторское бюро морского самолета строения возглавляевая георгием михайловичем бериевым и вот самолет мбр-2 это морской разведчик торпедоносец который был создан в тридцать четвертом году который был выпущен тиражом более тысячи экземпляров и который собственно говоря прошел всю войну первым послевоенным и можно сказать эпохальным самолетом стал б-6 к сожалению моей коллекции его нет я думаю что все таки рано или поздно он появится это уже был большой противолодочный самолет морской зоны который мог длительно патрулировать водное пространство конечно же он был предназначен в первую очередь для обнаружения и в общем-то уничтожения подводных лодок время не стояло на месте проходила эра поршневой авиации наступали 50-е годы наступала эпоха реактивной авиации и георгий михайлович тоже не отставал от этого и в пятьдесят втором году был создан первый реактивный гидросамолет р-1 на нем был проведен огромный комплекс исследований что в последующем в пятьдесят шестом году привело к созданию гидросамолета б-10 который строился уже серийно был самолетом разведчиком и был торпедоносцем серии он был выпущен не очень большой в дальнейшем потребовались самолеты которые все-таки были предназначены больше для поиска и обнаружения подводных лодок и таким самолетом стал б-12 который производился 63 по 73 год на авиационном заводе в таганроге был выпущен серии больше 140 самолетов и по сей день он используется военно-морским флотом частности черноморским надо еще отметить такую деталь звучит фраза гидросамолет мы сейчас часто говорим самолет амфибия так вот до появления как раз таки машины б-12 все самолеты были именно гидросамолетами они не имели возможности самостоятельно выходить на сушу и на нее приземляться то есть самолет садился на воду а уж потом к нему либо на перекатной тележке либо к нему с помощью водолазов прикреплялись шасси и самолет выходил на берег вот b12 стал первое амфибией то есть самолетом имеющим собственное шасси и могущим эксплуатироваться в любое время года и садится как на воду так и на сушу после запуска серийное производство амфибии b12 в проектировании гидросамолетов в тнтк береева наступил перерыв в это время были созданы сложнейшие авиационные комплексы специального назначения это самолет ту-142 мр морской ретранслятор предназначенный для осуществления сверх длинной связи с подводными лодками и самолет а-50 самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения известные в средствах массовой информации по американской аббревиатуре авакс после создания а-50 а кб вернулась морской тематики и восемьдесят шестом году свет увидел самую большую в мире амфибию а-40 альбатрос замечательный самолет очень красивый это самолет военный предназначенный не только для поиска но и для уничтожения подводных лодок который нес на себе не только противолодочный комплекс но и мощное торпедное вооружение ну наступали девяностые годы военных заказов не было и тнтк бериева занялось конверсией военного самолета b12 в самолет пожарный так появился амфибия b12 p200 на котором 90-е годы был отработан весь комплекс по забору воды и и сбросу собственно говоря сам б12 п200 принимал участие в тушении пожаров я видел как он работает в девяносто третьем году в геленджике когда горела сосновая роща этих реликтов их свойственного района просковеевки на работа машины была не только зрелищной но и очень эффективной следующим самолетом созданным тнтк бериева в лихие 90-е годы явилась амфибия b200 ну этот самолет наверное знают уже все потому что он на слуху это пожарная машина которая проявила себя не только в тушении пожаров на территории нашей огромной страны но и за рубежом во многих местах этот самолет строится серийно эксплуатируется министерством по чрезвычайным ситуациям сейчас прорабатываются версии военного самолета то есть военным каким-то оборудованием также идет речь о возобновлении в производстве самой большой в мире амфибии а-40 альбатрос о которой я говорил ранее также в 90-е годы в тнтк бериева была создана амфибия b103 который небольшой партией строился на заводе в комсомольске на амуре владимир может часами рассказывать об авиации об истории появления самолетов о выдающихся конструкторах которые трудились в нашем городе над созданием новых машин поэтому мы договорились продолжить его рассказ в одном из следующих выпусков программы вот и пришло время нашего вкусного совета и сегодня свой рецепт торта медовика предлагает оксана шамильян здравствуйте сегодня мы с вами приготовим торт медовик для этого нам необходимо три с половиной стакана муки стакан сахара 3 столовые ложки меда 100 грамм сливочного масла 2 яйца чайная ложечка без верха соды и несколько штук грецких орех на огне растапливаем масло чтоб сильно не кипело растопленное масло добавляем 3 столовые ложки меда размешиваем добавляем стакан сахара продолжаем мешать немножко растворилась добавляем яйца доводим до кипения и размешиваем мешать постоянно не прерываясь пока не закипит после того как мы немножко остудили мы добавляем соду после того как смесь немножко остыла добавляем муку и размешиваем муку необходимо просеять перед тем как начинать выпечку постепенно всыпаем муку и перемешиваем готовое тесто выкладываем нагрузочку выкладываем нагрузочку домешиваем и делим на 6 примерно равных частей делаем шарики и складываем в посуду чтобы они не прилипали друг другу макаем муку накрываем салфеточкой теперь каждую часть нашего теста мы раскатываем укладываем на противень и будем выпекать в духовке торт у нас будет круглый поэтому раскатываем кружочек определенного размера и выкладываем на вторую тесто и выкладываем на вторую тесто и разбавляем его раскатываем следующую кружочку и аккуратненько перекладываем на вторую тесто на противень ставим в духовку на 5-7 минут температура где-то 170-180 градусов пока пекутся первые два коржа мы делаем еще 4 готовые коржи снимаем с противня и пока тепленькое обрезаем все что мы обрезали измельчаем скалкой или в блендере и используем для украшения торта теперь остывшие коржи смазываем заварным кремом каждая хозяйка знает как приготовить заварной крем поэтому я приготовила его заранее начнем смазывать и и и и теперь посыплем приготовленными орешками и продолжаем и 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 краешки подровняли и теперь обсыпаем крошкой и вверх и краешки и и и и и и и Торт «Медовик» готов. Приятного вам аппетита! Семеном Морозовым Об этом трагическом событии в истории Таганрога вспоминаем со старшим научным сотрудником Музея-заповедника Валентиной Ратник. 14 февраля 1943 года был освобожден город Ростов. И здесь в Таганроге со дня на день ждали части Южного фронта, которые должны были освободить и наш город. 18 февраля на квартире у Турубаровых в доме по переулку исполкомовскому собрались молодые подпольщики, члены подпольной группы Петра Турубарова. Речь шла о подготовке вооруженного восстания, чтобы помочь наступавшим частям нашего Южного фронта. Засиделись далеко за полночь. Когда стали расходиться, то Семену Морозову, комиссару таганрогских подпольщиков, принимавшую участие в этом заседании, предложили остаться в доме Турубаровых. Семен отказался и вместе со своими друзьями, выйдя из дома, попал в облаву. Был окружен не только дом, была окружена большая часть территории. Семен Морозов вместе с Петром Турубаровым попробовали бежать. Петру удалось, а Семен, к сожалению, попал в лапы полицаев. При обыске в кармане нашли листовки и оружие. Затем начались допросы, побои. Говорят, когда после очередного допроса Семена Морозова принесли в камеру, он сказал, что никогда не делал маникюр и, наверное, уже никогда не сделает. У него не было ногтей. 23 февраля, тогда это был праздник, означенный в календаре как День Красной Армии и Военно-Морского Флота. Ночью машина вышла из ворот тюрьмы, закрытая машина, в которой находились члены подпольной организации, 14 человек. Дорога шла в Петрушину-Балку по территории завода имени Димитрова. Это печально-траурное место для нашего города. И там на рассвете 23 февраля были расстреляны участники подпольной группы Петра Турубарова. Через расстрел на бессмертие шагнули таганрогские подпольщики. Не всем удалось дожить до светлого дня освобождения нашего города, до радостного дня победы. 30 августа, в день 30-летия со дня освобождения Таганрога в 1973 году, был открыт памятник членам таганрогского подполья. Мы видим клятву таганрогских подпольщиков, которую подписал каждый член боевой организации. И эту клятву не выполнили до конца, о чем писала газета «Комсомольская правда» в январе 1944 года. О наших подпольщиках, как смелых, доблестных комсомольцах, отдавших свою жизнь за светлое будущее. 23 февраля в нашей стране отмечается День Защитника Отечества. Я от всей души поздравляю всех, кто в разные годы защищал свою родину. И особенно тех, кто сегодня с честью выполняет свой воинский долг, продолжая славные традиции своих прадедов, дедов и отцов. От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей и травой Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещанный одним Мы в груди храним Погляди на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо Вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю Хоть им нет двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал Берлин Нет в России семьи такой Где б не памятен был свой герой И глаза молодых солдат С фотографий увядших глядят Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть И с пути свернуть Музыка Музыка Продолжение следует... Продолжение следует...